Антология Уркагана В греческой тюрьме скончался лидер кутаиского воровского клана Давид Сибискверадзе. Как стало известно Prime Crime, в греческой тюрьме скончался лидер кутаиского воровского клана Давид Сибискверадзе. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Три дня назад Сибискверадзе отметил 67-летие. Напомним, в 2017 году Сибискверадзе был приговорен судом Афин к 16-му годам тюрьмы за создание АПГ. До этого он судился лишь однажды в Кутаисе еще во времена СССР на 4 года за вымогательство. В период с 2012 по 2014 годы с подачи Сибискверадзе, бывшего одним из наиболее влиятельных сторонников деда Хасана среди грузин, было короновано несколько десятков воров в законе, преимущественно из кутаиси. Благодаря чему в Греции образовалось крупнейшее в Европе воровское сообщество, идеологически противостоящее кутаисскому клану Тариэла Аняни, сосредоточенному главным образом в Турции. При этом сам Сибискверадзе с 1999 года был прикован к инвалидному креслу, после того как в него стрелял другой кутаиский вор в законе, Роланд Чикваидзе, ближайший соратник вора Байка, у которого был конфликт с Сибискверадзе. Вор в законе дата кутаиский. В самом конце 2015 года в Греции была арестована крупная группировка грузинских воров в законе. Полиция обвинила задержанных в создании исключительно опасной преступной сети, занимавшейся в основном грабежами в курортной зоне страны. Большая часть грузин оказались довольно молодыми людьми, едва перешагнувшими на четвертый десяток жизни. В прессе тут же опубликовали их звучные имена Сталин, он же Угрелидзе, Шитико Балниский, он же Осетяне. Еще один из арестованных кавказцев признался в принадлежности к высшей воровской касте. Это был Михаил Харламиди. На самом деле он оказался самозванцем. Ни в Грузии, ни в России вора в законе с такими именем и фамилией никто не знает. Это звание ему дал последний из всех арестованных, явно выделяющийся преклонным возрастом и легко заметным на взгляд недугом на фоне пышущей здоровьем и энергии молодежной компании «Южан». 61-летний Давид Сибисквирадзе в полицейских материалах разработки преступной группы проходил под кодовым именем «Коляска». Прикованного уже 15 лет к инвалидному креслу пожилого вора в законе в России давно, отдавая должное сединам и преклонному возрасту, именовали «Варламыч», а в Грузии, по-восточному цветиста, «Дата Кутаиский». Греки не стали делать скидку инвалиду, действительно имеющему серьезные проблемы со здоровьем, и до сих пор держат его вместе с молодыми подручными в застенках. Видимо, русская мафия сильно достала потомков Александра Македонского. «Дата Кутаиский» получил свое имя так давно, что сейчас никто, кроме него, не может назвать крестных отцов. Впрочем, никогда его статус никем не ставился под сомнение. Наверняка про дата мог бы подробно рассказать патриарх грузинского воровского мира Гоги, Чиковани, но он уже 4 года, как умер. Из документов и имени следует лишь то, что Сибискверадзе родился в Кутаиси в 1954 году, и там же через 30 лет получил, единственный в долгой биографии срок, 4 года колонии. Был ли он вором до ухода на зону, получил титул в заключении или после? Об этом можно только догадываться. В начале 90-х дата Кутаиский, вместе с толпой авторитетных соплеменников, подался на заработки в столицу России. В Москве воров с приставкой «Кутаиский» сразу скопилось предостаточно, причем полных тезок. Стоит только вспомнить дата Кутаиского, Сахилашвили, или другого менее почитаемого выходца из города, в центральной Грузии, тоже дата, Чихвария. Видимо, чтобы совсем не запутаться, в 1994 году его навсегда остановили. Связей с родиной дата Кутаиский не прервал. В 2001 году, в доме вора Махохия, Кикачешвили, произошел неприятный инцидент, оставивший пятно на репутации Сибискверадзе. Поговаривают, что он распорядился подсыпать отраву одному из гостей, собравшихся на поминки уважаемого человека, Валала Ишнили. Вот тут бы и пригодилась живая энциклопедия грузинских воров в законе, уже умершей Гоге, чтобы подтвердить или развеять слухи. Тем более, что отравленный Валала приходился сыном, другой грузинской легенде, Ираклию Тбилискому. Та же людская молва утверждает, что Валала отбил удата Кутаиского женщину, и не смирившийся с поражением на Амурном фронте грузин переступил, не только через общечеловеческие принципы, но даже незыблемый и святой для каждого вора свод понятий. За год до отравления, Валала грузинский Этелло оказался в инвалидной коляске, и при всем желании не мог составить конкуренцию на 15 лет более молодому мужчине. Дата Кутаиский всегда дистанцировался от основной массы выходцев из родного города. Лет 10 тому назад грузинские воры в законе разделились на два враждующих клана – тбилисцев и сухума-кутаисцев. По месту рождения Дата Кутаиский просто обязан был войти в компанию к землякам, но произошло обратное. Тбилисский клан возглавлял езид дед Хасан – Усаян. Ему удалось собрать более крупную по численности армию сторонников. Финансовая база хасановцев также представлялась более внушительной. Дедушка не утруждал тщательным разбором биографий своих рекрутов. К нему охотно присоединялись все, кто имел различные косяки в надежде на его помощь при защите имени. В криминальном бизнесе Хасан также особо не гнушался выбором средств, партнеров и целей. Его противники, объединившиеся вокруг выходца из Кутаиси Таро, а не они, позиционировали себя, как защитников чистоты воровских нравов и рядов. Однако это было не совсем так. Тот же Гоги, которого обе стороны упорно звали стать главным арбитром в споре, всегда отказывался от этой чести. Сам он не видел между тбилисцами и сухумокутаистцами большой разницы. Обе группировки с головой окунулись в бизнес, крышуя бизнесменов, регулируя рынок, отмывая деньги и покупая шикарную, в основном зарубежную недвижимость, а иногда, с большим удовольствием отправляя на тот свет друг друга. Для старого карманика Гоги, поведение нового поколения воров в законе выглядело просто диким. С этой печальной мыслью старик, закончил земной путь, уйдя на безмятежные небеса. Дата Кутаисскому пришлось последнее десятилетие нести, свой тяжелый крест, ступая по выбранному пути. В инвалидную коляску он угодил во время празднования нового, 2001 года. У Дата были претензии к другому грузину Байка, Кутатиладзе. Противники сошлись в очной встрече, обсудить ситуацию. Третьим на сходке оказался Роланд Кутаисский, Чикваидзе, друг Байка. Примечательно, что вся троица родилась в Кутаисе. Встреча, как и ожидалось, не привела к миру, а закончилась ссорой со стрельбой. Дата Кутаисский был тяжело ранен и не смог окончательно оправиться от ранения, навечно оказавшись в кресле каталки. Правая рука Хасана Лаша Рустовский, Шушанашвили, потребовал строго наказать обидчиков соратника. Карой должен был стать перелом хребта, чего не случилось. Ровесники Сибискверадзе избежали приговора. Правда Байка все же через три года лишили имени, но тут же его вернули. Еще бы. Много лет тому назад именно он сделал первым подход к Таро. Сейчас по одним данным он скрывается от розыска, а по другим умер своей смертью. Роланд Кутаисский преспокойно проживает в Чехии. С земляками Дата вообще частенько ссорился. Кроме Байка и Роланда в числе его врагов, ходит Мирико Кутаиский, Горгидзе. Тот после освобождения из Елецкой тюрьмы пару недель назад был депортирован в Грузию, где сразу попал в СИЗО, не отказавшись от воровского звания. Возможно харизматичный бодрик Кутаиский, как Уашвили, досиживающий свой срок в Восточной Сибири, тоже бы оказался в этом списке, но ставший чрезвычайно осторожным Дата, публично никогда оскорбительно не высказывался о нем. Единственным из земляков своего поколения, с которым он поддерживал по-настоящему теплые отношения, оказался Мамука Кутаиский, Манджавидзе. Тут все объясняется очень просто. Они проживали в Кутаисе на улице Горейской и знали друг друга с детства. Более старший Давид учил, как родного брата, юного Мамуку уличному уму-разуму. Из Мамуки вырос классный бандит. Он был приговорен к исключительной мере наказания, еще до введения президентом Ельциным моратория на смертную казнь, и был расстрелян в Бутырке в 1991 году. Кроме арестованных вместе с Дата Сталина и Шотика Болниского, рядом с ним частенько замечали молодую поросль в лице Зазы, Амброладзе, и Курши Кутаиского, Джавахадзе. Может быть по замыслу гуру, они должны призваны заменить Кутаисцу его любимого ученика и соседа. Дата Кутаиский со своим инвалидным креслом очень пригодился деду Хасану. Покинув Москву, он перебрался в греческие Салоники. Отеческий полуостров стал излюбленным местом миграции в теплые края воровских стай, вытесненных полицией или конкурентами из России и Грузии. Солидный Аксакал занял пост постоянного председателя на воровских сходках. Именно благодаря этой роли у дата Кутаиского есть рекорд плодовитости в приеме новых членов. На его счету их аж 29. При дата воры принимали пачками, как в КПСС. Действуя в угоду деду Хасану, дата массово штамповал так называемых греческих воров в законе, особенно в 2012 и 2013 годах. Его выбора в основном удостаивались грузины и азербайджанцы. Из славян очень давно подход им был сделан к Егору Бурилин, застреленному в 1999 году в Киселевске, а еще к Неделе Нидзельскому, постоянно проживающему на Украине, и к Назару Назаров, восполнившему в последнее время изрядно поредевшие ряды нижегородских воров. В отличие от покойного Егора Неделя и Назар, относятся к активному периоду занятий дата Кутаиского штамповкой. На два года из-за ареста дата Кутаиский был выведен из игры. Много воды утекло за это время. Приемник деда Хасана Шакра молодой, Калашов, безнадежно застрял в Лефортово. В партии тбилисцев нет явного лидера, а посему разброты шатания. Сухумцы напротив консолидируются. Со дня на день должны освободиться Таро и Бодри Кутаиский, а у Мираба Сухумского, Джангвиладзе, срок, определенный итальянским правосудием, уже закончился. Вполне вероятен спрос заволало и предательство земляков-кутаисцев. Греческая тюрьма в этих условиях может оказаться не худшим вариантом. Суровый приговор дата Кутаискому. В Греции завершилось уголовное дело в отношении вора в законе Давида Сибискверадзе по прозвищу дата Кутаиский. Точку в этом поставил суд, который приговорил 63-летнего вора к 16-му годам лишения свободы. Столь суровый срок застал, врасплох как самого дата Кутаиского, так и его окружения. Даже адвокаты предполагали, что дело закончится минимум условным сроком, максимум парой лет тюрьмы. Ведь вора обвиняли по их мнению, всего лишь в грабежах, которые совершала банда Сибискверадзе по его приказам. Впрочем сумма ущерба составила 10 миллионов евро. Стоит отметить, что Давид Сибискверадзе уже 15 лет двигается только с помощью инвалидного кресла, откуда и получил у оперативников псевдоним «Коляска». Именно под этим кодовым именем вор в законе проходил по документам спецслужб, разрабатывающих его группировку. А группировка состояла из нескольких бригад, которые действовали на территории Греции, России и Европы. У бригад были свои смотрящие, также из воров в законе, которые подчинялись непосредственно дата Кутаискому. Бригадиров также удалось задержать и привлечь по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Речь идет о таких криминальных лидерах, как Шата Асатиани, Шотик Абалниский, Илаша Угрелидзе, Сталин. Они получили судом 17 и 16 лет соответственно. Говорить о том, что произошел разгром крупной банды, не приходится. Дата Кутаиского с другими ворами арестовали в 2015 году, но основная масса исполнителей грабежей оказалась неизвестна силовикам. Насколько известно, многие преступники, входящие в состав банды, уже начали попадать под влияние других воров, осевших в Греции. Итак, напоминаем нашим зрителям. 22 апреля 2021 года в греческой тюрьме скончался лидер кутаиского воровского клана Давид Сибискверадзе, известный в криминальных кругах когда-то кутаиский. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Три дня назад Сибискверадзе отметил 67-летие.